Ну что же, всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему я, FasterOnline, и мы начинаем смотреть за финалом M-Video Dota 2 Open, проспонсированным компанией M-Video и RedSquare. Ну что же, и в финале у нас встречаются AlphaSense против, эх, сейчас, B. Ну а что, у нас тем временем стадия пиков, и пока что она идет, я хотел вам сообщить, что RedSquare это новый игрок среди компаний, производящих геймерские девайсы, это лучшее соотношение цена к качеству, которое есть на рынке, а помимо стандартного комплекта мышки, клавиатуры, наушники и ковры, в ассортименте компании есть и игровые кресла. Ну что же, а давайте перейдем теперь к Грен. Одна из этих команд получит слот на сам турнир. Кто же выиграет первую квалификацию? Кто станет первой командой, отправившейся в сам турнир? Ну что же, эх, сейчас вы банили Лайфстилера, Вайда, Слардара и Дарксира. Взяли себе Тимберсоуа и Шэдоу Демона. Против них Альфа-Сенс забанили Бестмастера, Рикимару, Террор Блейда и, конечно же, Тинкера. Взяли Элдор Титана и Дизраптера. Эх, сейчас бы ответили Найт Сталкером. Мирана у Альфа-Сенсы, знаете, похожий пик у них был в полуфинале. Эх, сейчас бы сразу отвечать алхимикам и очень быстро идёт у нас пикабан стадия. Как мы видим, команды просто мгновенно пикают. У них есть заготовки, которыми они, наверное, играли весь турнир. Ну и что? Четвёртый выбор героя. Посмотрим, кто же это будет. То есть Свен действительно достойный вариант, потому что Свен может у нас за два удара убивать алхимика. За два удара, конечно же, с саблей. Если ему повезёт скрита, то можно даже скрита вырезать. Ну и последняя бан стадия в этой квалификации. Эх, сейчас бы пятые баны. Кого забанят? Ну что, пятый бан и кто же у нас отправляется в бан? А, собственно, отправляется в бан... Ну, давайте. Эх, сейчас бы. Вроде бы так бодро пикали и сейчас так много думают над своим последним пиком. Эх, сейчас бы. Что они будут себе пикать? Итак, эх, сейчас бы. Наверное, стоило забанить, во-первых, какого-то сильного оффлейнера. Типа, даже не знаю кого, потому что все сильные оффлейнеры у нас в бане. Но, возможно, просто стоит забанить персонажа, который не нравится вам в оффлейне. Никому не приятно стоять с вашим предполагаемым кором. Ну и что? Кто же будет у нас в бане? Тайдхантер. В принципе, да. Вариантов я больше не находил. Тайдхантер, потому что Бестмастер в бане, Слардар в бане. Воид с Дарксиром в бане. И придумывать оффлейнера такого уже сильного кати вообще я не мог. Ну и, соответственно, в ответочку отправляется Джигернаут, потому что Джигернаут очень силен. Вообще во всех стадиях игры у него есть и сильные магические касты. В принципе, он за счет своего ультимейта может быстренько забирать. Свена, ну и Альфа Сенс. Что возьмут себе на пятый пик? Какого же оффлейнера? Вариантов осталось очень и очень мало. Сильных оффлейнеров нету. Тимбера нету. Тайда, Дарксира, Вайда, Слардара и Бестмастера. Я не знаю, что еще может дойти на оффлейн так же хорошо. Даже тот же Рикимару на всякий случай забанен, чтобы не пойти в оффлейн. Ну, бывают некоторые люди у нас ходят оффлейн на этом персонаже. Ну и ждем. Ждем пока, что Альфа Сенс сделает свой выбор. Кто же это будет? Итак, кто же это? Кто же? Альфа Сенс. Так, Альфа Сенс, Альфа Сенс, Альфа Сенс. Ну, почему-то Альфа Сенс не решаются на пик. Скорее всего, уже придумали оффлейнеры. Видимо, хотят потратить все время, которое им дано на последний пик. То бишь минут 20 оставшуюся. Ну что, в принципе, их выбор. И действительно, они могут себе это позволить. Могут позволить так долго подумать. Потому что весь пик, в принципе, у нас был довольно-таки быстрым. И, эх, сейчас бы очень много времени тратили на бан Тайтхантера. Придумывали сильного оффлейнера и его забанили. А знаете, кто еще может здесь пойти в оффлинию? Никс Ассасин. Или Никс не так, который он будет. Но, опять же, хороший ганг потенциал. А, возможно, какой-нибудь Баратрум пойдет в оффлинию. Я не представляю здесь, какие могут быть варианты. И, может быть, Морфинг, не знаю, Вивер. Кто угодно. Что у нас за оффлейн персонажи. Посмотрим, что же придумал у нас все-таки Альфа Сенс. Ну, видимо, эх, сейчас бы очень много оффлейнеров забанили метовых. И в Альфа Сенсы растерялись. Просто-напросто растерялись. Итак, ждем пока что... Альфа... Это Вайпер. Получается, у нас Сумиран на Дезернатор Саппорта, Элдер Титан Харт, Вайпер Мид и Свен на Кире, как я понимаю. Но если нет, значит мы сейчас увидим расстановку линий. И, эх, сейчас бы должны забирать себе Кора. Кора, кто будет справляться со Свеном? Ну и что? Что же это за Кор? Что же это будет за Кор? Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ждем пока что выберут все-таки этого Кора. Итак, ждем. Последний пик. Эх, сейчас бы. Что будет у них на пятый пик. Так, ждем, ждем, ждем. Это Эрф Спирит. Взяли себе Саппорта. Ну, очень-очень странно, но, ладно, добирают здесь героев. Точнее, распикивают до конца. Что тут? Эх, сейчас бы. Надеюсь, у нас не вылетит Дота, потому что Дота у нас очень любит вылетать с сервера, да? И на этот раз она также вылетает с сервера. Итак, ждем. Пока что мы переподключимся. И как только мы переподключимся, сразу вернемся в игру. Продолжение следует. Спасибо. Итак, вот и входим мы в игру. Давайте представим, кто же, на ком играет. Серджа Хан играет на Элтор Титана, Торонто, Мапу Ливс, на Свейне, Кира, Вайпер, Релис, на Дезераторе и Кич, на Амиране. Команда же ЕСБ, Футурист на Спирите, 3105-й Алхимик, Фейк Гад, Найт Сталкер, Фози, Тимберсоу и Смерч на Шэдоу Демоне. Итак, начинается у нас игра. Интересно, что же сейчас возьмут у нас мидеры. Например, Алхимик взял себе щиток. И это Тимберсоу, кстати, мид, потому что именно ему запули тангус. Ну вот Тимбер пойдет в мид. Против кого? Против, соответственно, Вайпера. Вайпер у нас будет в миду. Ну, Вайпер имеется в Рейвбенд, Файри Файер, 2 запулиных тангуса и 1 веточка. У Фузи, 2 веточки, запуленный тангус, тангус скупленный, топорик и щиток. Ну что же, мне интересна расстановка линий. Кич пойдет в оффлейн? Ну окей, Кич в оффлейне, хорошо. В оффлейне, так в оффлейне. Трипла, получается, у нас Вайпер, Дизраптор, Свен и Элдер Титан. Ну, хорошо. Итак, ждем, пока что дожмется пауза. Вылетает у нас Найт Сталкер. Ну и ждем. Пока что он переподключится. На самом деле, Альфа, наверное, даже будет... Хотя я не знаю, кто здесь сильнее в мидгейме. Даже я загадывать не буду, пускай просто покажет время и переподключается у нас, наконец-таки, Найт Сталкер к игре. Нажимается пауза. И начинается игра. Ну что же, Элдер Титан идет на бот. Вот здесь он... Что здесь он? Ничего, просто встал и смотрит. Ну и что же, видит здесь Абсервер Вард, сразу снимает у нас Эрт Спирит Абсервер Вард. В принципе, хорошо сыграл. Кич остается ни с чем. Еще отдает 100 золота у нас Эрт Спирит. Так сказать, он окупает свой Сентри Вард и уходит на руну. Тимбер заберет руну сверху. Алхимик... Алхимику не дадут руну, что ли? Ну ладно, видимо, Алхимику руна не нужна. Я уже думал, что Тимбер один в топе заберет, а снизу никого. Но на карте у нас все в топе. Подстопят для себя Баланар Крипов. Здесь Футурист. Футуристик, даже так. Ну и забирает руны Мидера. Хотя нет, забирает здесь руну Алхимик. Считают, что Тимберу не нужна будет эта руна. Считают, что лучше пускай побыстрее на фарме Алхимик. Действительно так и есть. Пускай лучше отдадут все Алхимику и... Да, что не так? Релиз. Окей, не релик, релиз. Кстати, где у нас? Хорошо, релиз. Релиз, так релиз. Не видел я. Там Эш, Смерч. Смерч, там какой-то Крипов и Мирану Смерч теряет. В итоге на этом полхп и кич. Что у нас? Кич, первый левел. Ну вот на Миране не знаю, как будет ему стояться. Смерч сейчас будет его гонять. Смерч начинает заплевывать его шедоу-поездами. Смерч и в миду в те времена выход на кого? Выход на Вайпера. Вайпер пытается отплеваться, но пока что этого хватает. Фоузи не так хорошо должен себя чувствовать против Вайпера. Я даже не знаю. Наверное, здесь Фоузи будет сильно загноблен, потому что у Вайпера много магического урона. Вайпер начинает заплевывать Фоузи. И что, давайте посмотрим на график Крипов. Итак, Вайпер придет по Фоузи. У Вайпера 4-1. У его оппонента на Тимбере 3-0. Пока что стоят они одинаковые. Это только начало. И 4-0. Вот уже, например, у Тимберсова Тимбер. Тимбер теряет много процентов здоровья. Тимбер 5 стаков висит на нем реактив армора. Но все равно, очень больно у нас Фоузи. И Вайпер, ну, чувствует себя просто шикарнейшим образом на этой линии. Не дает подходить Тимберу вообще к крипам. Тимбер почти что 3-й левел. Покупает себе фласку. Фииии... Нет, все-таки заданайл Фоузи. Правда, получает еще одну тычку в лицо. И тем временем Вайпер 3-й активирует фласку на топе. У нас футуристик Ковбой. Сюда стягивается Кира. Пошла стрела по Ковбою. И Ковбою сейчас будет очень-очень больно. Попытается сейчас укатиться с ролем Булдера. Но... Укатится ли? Укатится ли, конечно, и заданается о нейтральных крипов. Там не залетела тычка от Киры. Тем временем Фоузи себе также приносит фласку в миддл. Фоузи здесь Вайпер. 12 маны стоит плевок. И не хочет все равно его тратить, потому что маны очень-очень мало. Стоит ли прикупить ботл... Ну, не знаю. А Фейк Гад на боте получает экспириенс. Уже второй левел. Здесь Китч может фармить льса за счет своей новой проабгрыженной стрелы, которая ваншотит крипа. Ну и что? Тем временем... Ой-ой-ой. Здесь теперь проседает, как вижу, по хитпоинтам Кира. И Фоузи возвращается, так сказать, в игру. Что прилетела Аквила у нас в Вайперу. И Вайпер вкачал себе третью пассивку. Его коррозив скин. Вайпер... Вайпер добивает крипа. Денает... Ты... Вайпер. Ну вот, Вайпер себя вроде бы довольно неплохо чувствует. Еще одного крипа добил. Туистика в бой. Здесь у нас в спирит проходит. Кира. Кира. Ну и продолжает стоять на меду. Вайпер. Имеет крипстат 12 на 4, в то время как его оппонент 13 на 1. Давайте посмотрим на другие линии. Здесь почти что третьего левела была Нар. Здесь у нас какого левела у Мирана? Уже третьего левела Мирана. Купила она себе сапог. Ну и в принципе сапог есть. Слава богу. Купила Боттл. Также непонятно зачем закатываются у нас на Мирану. Но Миран, если что, есть лип. Хоть и первого левела, но опять же. Хоть какой-то эскейп. Вот у Балонара, допустим, такого нет. И против него еще играет Дезраптор. Теремистану пошел по Балонару. Нет у нас кинетик филда у Дезраптора. И Фейк Гад просто делает ТП Аут. Ну, потому что, может, ибо контроля больше на него не было. Потому что там у нас Элдер Титан, где-то он далеко ходил. Контролил руны. Подбирает руну двойного урона. Снова происходит у нас в Миду по хитпоинтам Тимберсоу. Вайпер. Вайпер. Плювается. Еще одного крипа забирает. Еще одного. Продолжается. Стояние в Миду. Титан. ЗДД. Титан. Ребят, ну, стрим лагать не должен. У меня даже на предпосмотре не лагает. Возможно, вам стоит разгрузить канал. Потому что сегодня ни у кого не лагало, настройки я не менял. И у меня еще мой же стрим без звука открыт. Итак, Свен. Свен, Свен. Свен четвертого левела, вторая перчатка. Ждет момент, когда можно будет скачать, наконец-таки, сплэш атаку. И сильно начать пушить линию. Тем временем у нас намечается экшен Миду. Три персонажа от одной и три персонажа от другой команды. Даже у нас от ЕСБ четыре персонажа. Но уходит... Нет, не уходит здесь. Сверд Спирит готовы нападать ЕСБ на Вайпера. Здесь у нас Дизраптор. Стоит на пути по-прежнему со Свеном. Если у него ТП, если что. ТП, если что, вдруг есть. И сможет помочь своим тиммейтам на центральной линии. Так, Вайпер продолжает стоять в Миду. И не рискует. Вот Балнара видели. Нет, не видели Балнара. Балнар выходит. Сразу пошел у нас под сейф Олдар Титана. Хороший сон по двоим. Пошел у нас Дизраптор. Дизраптор сюда приходит. Вайпер очень-очень больно. Возвращает Балнара. Теперь пошел Кенетик Фил. Пила, пила по Кире. Кира умирает. Атаку ФБ был на пятой минуте. Теперь МФГ пытается убежать. Но не тут ТВ. Стан также по Удар Титану. Умирать должен промахиваться пилой. Но Тимберсоу не забрал его с Фрилен Дефа. Тимберсоу пытается пробить 10-ти таков пассивки. Имеется на Тимберсоу. Нету магического дамага. Мирана нету. Есть магический дамаг. Ой-ой-ой-ой. Сейвит у нас смерч Тимбера. От второго Старшторма. И Элис не... Господи, Элиш, извиняюсь. Элиш не пробьет его никак. Потому что, ну, нет у него магии. Отхиливают. Создают, не знаю, кларити. Заберет себе еще руну невидимости какую-то. И на развороте можно даже не забирать руну невидимости. Эрф Спирит. Эрф Спирит видит. На этот раз Элдер Титана. Можно забрать Элдер Титана. Стягивается сюда на шеду демон. Элдер Титан. Титан уходит и... Итак. Эрф Спирит. Здесь Торонто. Торонто. Торонто пошел Сайенс. Стан по Торонто. Торонто живет. Торонто. Торонто минус. Торонто. Итак. Разобрались. С Торонто. Кстати. Давайте посмотрим. Кого. Сколько. Нетворца. 4600. Нетворца. У Алхимика. 2800. Тимбер. 2800. После смерти. У Свена. И только. На четвертом месте. Находится. У нас. Вайпер. С Нетворцом. 2200. Ну. Тимбер. Чувствует себя неплохо. Он считает. Тип первым. Нетворца. Потому что. Ну. У Алхимика. Есть монетка. Алхимик. Очень и очень много фармит. Кстати. У Алхимика. Аж четвертая монетка. Химик. Итак. 3105. Так. Алхимик. Продолжает. В память. Ну ладно. Что у нас по графикам? По графикам соответственно ведут ЕСБ по золоту. Потому что у них есть Алхимик. Как раз таки на эти 2000. Которые Алхимик и перефармивает всех. И по Экспириенсу всего лишь на 1000. Но вот Экспириенс нет куда выводить. Поэтому по Экспириенсу это их преимущество. Именно командное. А не какой-то там дополнительного скилла или медаса какого-нибудь. Но Алхимик просто стоит и фармит. Получает по 60 золота за крипа. И Алхимик. Алхимик и этого добил. И этого добил. Еще 60 золота. Подбирает руну регенерации. И выхиливает всю ману. У нас Тимбер. Соу. Здесь Фейк Гад. Фейк Гад. И... Что? Шэдоу Демон. Третий левел. Ну и вот пошел фармить у нас маленький кэмп крипов 3105. Алхимик сейчас очень-очень много его фармивает. У него уже есть армлет и 1700 золота в кармане. В скором времени появится также Радианс. С которым он сможет ходить и огнеть. Веренье у нас прячет с себя смерч. Кидается стрела. Но Китч в итоге попадает в иллюзию. Ложит снова у нас тучка. И 3105 фармит крипов вновь. Итак. 3105. 33 монетка. 36. Ну вот. Постоянная монетка меняется. И что? Алхимик. Какая там максимальная. Максимальная. 36. Ну что? Алхимик. Там понимаете. За вот этого крипа дается 20 с чем-то золота. И ты плюс 34 получает алхимик. Ну это нормально. Ну 23 золота от этого крипа. И он получает еще плюс 30. По сути он за этого крипа получает как крипа с линией. 50 золота. Даже больше. Ну вы понимаете. Когда у тебя персонаж фармит. Вот здесь еще и стаки есть. Господи. А только здесь стаки. Нет. Не только здесь стаки. А везде есть двойные стаки. И очень-очень много алхимик будет фармить. Итак. Алхимик. Алхимик. Фармливает. Алхимика уже есть. 3000. Алхимик. И этого зафармил. Сайт фласку. Что? Нужно как-то забирать баунти руну. Но ему здесь скорее всего не дадут забирать баунти руну. Да. Просто отгоняют 3105. Тут сейчас дальше пойдет фармить лесных крипов. И 3105. Тучку. Пошел ультимейт. И начинает фармить также эти стаки. Сломали. Здесь об сервере вард. Прекрасное понимание. Что скорее всего должны видеть алхимика в лесу. Здесь пошел сон. Но зачем этот сон? Этот сон бесполезен. Понимаете. Десятая минута. Там уже почти что второй артефакт готов у алхимика. В скором времени у него появится еще и радианс. И очень-очень много просто забирает себе алхимик. Посмотрите. Тучка есть. Вот еще алхимик нагревает крипов здесь. И начинает их фармить на этом поле. Алхимик. Алхимик. И этот. И этого зафармил. Три девятьсот уже денег в кармане. И скупает себе просто секрет релик. Ну посмотрите. Сколько золота. Восемь тысяч четыреста золота. И ультимейт. Отхилится с ультимейта. Там второй по нотворцу с воином. Кстати, с воином вернулся в игру. Пять тысяч нотворца. Но у него нету стака в лесу. Хотя нет. Есть стаки здесь. И это все стаки, которые мы сделали. Но еще на энчетах начинают ему делать. И снова у нас вылетает из игры Баланар. Итак. Что у нас есть? Нот четыре счет. По графикам в четыре тысячи. По золоту ведут ЕСБ. Это при том, что у них такой алхимик. И где-то в семьсот пятьдесят. По экспириенсу также ведут ЕСБ. Что алхимик. Продолжают фармить Лиса. Оставляем линию для Шадоу Демона. Шадоу Демон уже почти что шестой левел. Там у Баланара седьмой. И восьмой левел Мирана. Все готовы играть. И начинается игра. Пошел Шадоу Демон. Своим ядом заплевывает. Нет у него салкетчера. Здесь капля работает. Работает что ли? Ой да ладно попадет. Неужели? И сейчас Старшторм. Второй Старшторм по смерчу. Ну смерч сам подставился. Здесь футуристик ковбой. Кич Мансит. Ой ой кич. Ну вот кич. Хорошо. Подмансил. Кончается ЕД. И у кича остается пятьсот хп. И здесь вот три тысяча сто пятый. Не знаю зачем лужицу на этих крипов тратит. Но он почему-то тратит. Тем временем у нас умирает. Также еще и Найт Сталкер. Юзает ГДС. Свен. И начинает ломать вышку в боте. Альфа С. Ну что? Альфа С. Юзается Глиф. Торонто Маппл Ливс. С флешом убивает крипов. И еще и этого крипа. Свен. Свен. Ну вот Свен также имеет неплохой натвор. Шесть двести. Это конечно не как у Алхимика. Там 9.300. Но все же. Все равно неплохо. Свен. Девятый левел. Свен. Что? Почти что? Десятый. Здесь крип. Девятный крип. Который нагрел все это. И Свен решает подфармить его стан. Что за станы? Да. Там четвертый сплэш кстати у Свена. Второй Варкрай. Второй Армор. И снова у нас Мирана убивает шеду демона. Ну потому что Мирана у нас убивает шеду демона со стрелы. И Старшторма. Двойного именно. Если тот к ней подходит. Ну реально к нему подходит. Вайпер делает тп. А вот. Срезает очень много хп в Вайперу. И Вайпер улетает. Три. Пять. Счет. Что у нас по Алхимику. Ну Алхимик до сих пор в лесах. Алхимик уже с Радианцем. Алхимик очень и очень много вывозит. Сейчас будет фармить еще быстрее все леса. И еще получит больше золота. Скоро появится у него травела. Ну и после траволов его будет не остановить. Итак нагревает еще крипов. Начинает драться с Радианцем и на тучке. 58. Ну отводит здесь кэмп. С вторым стаком не получилось. Но вот с этим стаком получилось. И господи как же много фармит Алхимик. Посмотрите он за этих скелетиков получает по 50 золота. Просто по 50 золота. За маленьких бедных скелетиков. Которые стоят ну реально 10 золота. Здесь тем временем у нас Shadow Demon. Делают свои иллюзии чтобы не словить стрелу. Shadow Demon. Ну если Мирана Пацанова упадет стрелой в смерч. То смерч умирает. Потому что здесь Старшторм наносит 300 урона. Плюс второй. Ну плюс вторая звезда. И никак не жить Shadow Demon. Итак. Релиш. Фармит со Свеном в стаке. Ну Свен пытается не отстать от Алхимика. И вроде бы даже не отстает. 7200 фронтворцу. Конечно да. У него нету такого раздулья для фарма. Он не имеет никакой там пассивки. Он не имеет радианцев. Но зато у него есть Грид Клифф. Или как называется это. Грид Клифф. Который дает ему сплэш. Его врожденным больше чем у Баттл Фьюри. Итак. Свен идет в топ. Как нам всем известно. Что Клифф. Что у Баттл Фьюри Клифф. Дает очень неплохую скорость. Фармит. Здесь Алхимик. Фармит. Вот Алхимик просто все фармит и фармит. Понимает он что нету оппонентов на карте. А нет. Из него просто делают иллюзии шеду демона. Сейчас эти иллюзии он отправит фармить. Или отправит на разведку. Пошла стрела. Понимают что здесь кто-то есть. Иллюзиями прочекивают. Находят. Здесь кого-то думают что он тут ушел в туман войны. Но это была иллюзия. И Дезраптор. Ну вот теперь точно знает о том что все у нас в топе. Улетает отсюда Алхимик. Улетает фармит. На бот. Влезается ГТС. Торонто мапа Улифс. Начинает ломать верхний тауэр. На боте у нас 3105. Также пытается засплитить. Но нет. Появляется у него Тревела. Скоро будет Монта. И Акторин. И все сложнее и сложнее будет его останавливать. Итак. Здесь все время у нас прыгают. Ой-ой-ой. Как же далеко за Вайпером прыгают. Но есть дасты. Вошли 2-3 сейф тп. Пытается сделать стомп на Ковбоя. В итоге в духе Ковбоя у нас умирает. Но также Фузи. Кто-то стягивает Снайд Сталкер. Все-таки убивает Вайпера. Ну какой ценой. Фейгад пытается замансить. Фейгад замансит от стрелы. За ним бежит дальше Сержахан. Его компания. Сержахан. Нету Астрал Спирита. Должен был обратно его призывать. И мог в принципе еще раз дать Астрал Спирита. И там стомп по Баланару. А дальше разобраться там. Стрела бы пошла наверное. Хотя нет. Стрела только что от кулдаунилась. Так что возможно бы и не пошла. Ну ладно. Так. Мирана продолжает фармить. Мирана с Мидасом делает агоним. На боте Баланар ломает. Тир 1 Тауэр. Купил себе Бладмейл. Здесь у нас Курьер принес. Уже Яшу Аухимикум. И посмотрите. 74 плюс 74. Ну. 150 дамага у этого парня. Плюс еще. Обжигающий дамаг с Рейденса. Рейденс тоже очень и очень неплохо дамажит. И это огромнейшая прибавка к твоему ДПСу. Потому что там 17%. Вы понимаете что такое 17%. Оставляет еще и баунти. Руны Аухимикум. Аухимик. 14000 на Творца. 3105. Ну просто очень-очень много фармит. Под армлетом 200 атаки. Просто под армлетом 200 атаки. 1600 хп. Правда не так много регена. Но все же реген этому Аухимику нафиг не нужен. Он может выключить армалет. И подрегеница может включить. И потом бегать. Как настоящий монстр. Ну и что. Здесь у нас снова телепорт в топ на крипов. Продолжает фармить. Все что видит Аухимик. Аухимик. Уже почти что купил Манта Стайл. Просто почти что купил Манта Стайл. Только из-за того что у него есть рвла. Ну и Рейденс конечно же и монет. Когда-то тоже стоит отметить. Здесь Аухимик. Разведывает дальше территорию. Выход у нас на что-то у демона. Понимает что демона что-то выходит на него. И сразу же улетает с ТП. Да. Они с нашли. То что кто-то улетел с ТП. Поняли это. Услышали по звуку. Ну или увидели ТП в последнюю секунду. Помигали что здесь у нас стак. Балнар сделал уже по-моему тройной стак. Да. Тройной стак для своего Аухимика. И ему будет очень приятно все это фармить. Потому что это и так. У кого там 400 золота. Так Аухимик с этого выфармит 600. Возможно даже больше. Ну и в итоге появляется Манта Стайл. Аухимик. Сколько там рецепт стоит. Сейчас давайте посмотрим сколько стоит рецепт на Манта Стайл. 800. Ну ладно. Не появляется. Вот сейчас пойдет на бот. Там подфармят. И появится. Да. Купил себе рецепт. Курьер сейчас понесет этот рецепт в лавку. Будет там 200 у Аухимика. Аухимик. Вот. Есть Манта Стайл теперь. Точно. Ну и посмотрите. Аухимик. Четыре слота. Восемнадцатая минута. Как бороться с таким Аухимиком? Он просто еще и не дрался. Понимаете? Он еще не дрался ни разу. Если бы он дрался. Я не знаю. Возможно бы его просто избили. Возможно еще что-то случилось. Но он. Не знаю. Очень силен. Посмотрите на его статистики. Посмотрите на его дамаг. Для этой минуты. Это действительно огромная куча дамага. Например. У Свена с ГДС примерно такой же дамаг. У него еще к тому же есть трейдерс, который дает пассивную прибавку тебе 50 дамага. Каждую там секунду или сколько. Да. И еще Свен может промахнуться к тому же. Аухимик. Здесь вернее у нас китч. В топе. Фармят. Аухимик. И 17 канон творца. И посмотрите. Не отстает Свен. Свен. С 11 канон творца. Притом. Сколько фармит этот Алхимик. Свен пытается его догонять. Ну вот. Свен. Очень хорош. Действительно. Торонто. Мампу. Ливз потеет. Ну и потеет конечно же этот Алхимик. Который выфармивает все. Здесь тем временем у нас драка в миду. Наверное сейчас будет. Нет. Просто останавливают иллюзии. Итак. Мне интересно. Это будет Акторин следующим итемом? Или какой-то нормальный артефакт? Просто Акторины мне не очень нравятся. Но собирают их очень часто. Ну в принципе Акторин тоже неплохо. У тебя будет по кулдауну ультимейт. Собираются драться в миду. Те временем здесь у нас кич готов подриться. Курьера. Курьер. Курьер. Кич. Кич. Кич с трех ударов режет курьера. И упрыгивает с лип. В это время призывается в кича. Если дасты. Конечно же дасты есть. Кич. Здесь еще и Алхимик. Свои люди подходят. Начинают наваливать по кичу. Но вот кич поплатил со своей жизнью за этого курьера. Отдал так сказать свою жизнь на жизнь курьера. И что? Алхимик. Почти 16 левел. Две триста нетуорса. Скоро продаст топорик. И купит себе что-то более полезное. Например, Актарин. Итак. Алхимик. Нажимает ультимейт. Иллюзии. Пошли. Забирает еще и паунтируны у себя. Господи. Три тысячи денег. Эту иллюзию отправляет. На линию? Нет. Он отправляет иллюзии фармить леса. В принципе может себе позволить. Что тут? Иллюзия заходит. Чекает. Тут из иллюзии делают еще иллюзии. В итоге эта иллюзия умирает. А эти иллюзии идут дальше. Ну и просто посмотрите. Даже иллюзии разминают. Неплохо. Так у нас дизраптора. Дизраптора. Убивают. Ой. Что здесь делают ребята из ЕСБ. Забирая тир-1 Тауэр команды Альфа-С. Алхимик телепортируется в току. Понимаете? Они дерутся вчетвером. Они дерутся без Алхимика. Алхимик ни разу не присутствовал в драке. Как только Алхимик себя нафармит золотой. Он пойдет драться со своими оппонентами. Он пойдет их просто овнить. Ну и главное не пропустить момент. Когда ты много сильнее своего оппонента. И не знаю. Когда ты максимально сильнее своего оппонента. Чтобы пойти и тупо сломать. Итак. Давайте посмотрим сколько же стоит Актерин. Там около 6 тысяч. До 5 900. Алхимик уже имеется 4 700. Алхимик. Не хватает 800 золота. Продает топорик. И сейчас будет просто редкликом Актерин Корр. Конечно же если не умер. Здесь из иллюзий делают еще иллюзии. Просто куча алхимиков идет фармить. Собственно этих крипов. Счетная иллюзия алхимика идет. Капает у нас алхимику золото. Или это шеду демону капает. По-моему это шеду демону капает. Потому что он купил себе наконец-таки рецепт на Форд Став. Здесь алхимик. 5 500. Еще немножко до Актерин Корра. Совсем прям чуть-чуть осталось до Актерин Корра. И Актерин Корр у него уже есть. Да. Наконец-таки есть Актерин Корр. Пойдет его закупать. Рейд кликом. Сейчас сможете его взять. Ну и вот пятый слот появляется. Алхимика. Пятый слот из семи. Можно взять еще какой-то муншард себе съесть. Да. Появляется Актерин. И кераса будет скорее всего следующим. Потому что такие алхимики собираются через керасу. И дальше... Вы понимаете, чем все это заканчивается. Дальше они идут после керасы драться. Ну, возможно, стоит такому алхимику уже идти драться. Но тот пока что не хочет. У него уже имеется под армалетом 125 урона. Плюс еще обжигающий диммейдж. И пошел в Шэдоу Сдейкас. Это означает то, что все Альфа-С ушли в Инвиз. На боте у нас здесь саппорт в Спирит и Тимберсоу. Готовы, наверное, выпивать Киру. Кира. Здесь приходит иллюзия алхимика. И начинает ломать тавр просто в наглый. Просто в наглейшую. Есть Китч. Видит алхимика. Китч. Китч. И выход на Киру. Кира должен сейчас умирать. Кира. Кира еще под баночкой. Успел скинуть алхимик. И, наверное, сейчас будет минус Тир 3 Тавр. Башка потихонечку падает. 900 хп остается. 900. 800. Торонто. Торонто. Алхимик. Юзай. Ультимейт. В принципе, драться с Торонто может. И посмотрите, как же много минус армора. Эти минус 7 армора Севен очень хорошо будет чувствовать. Если, конечно, будет драться под этой тучкой Юзайца, у нас Державшин Шадоу Демона. И эти иллюзии... Просто посмотрите, это толпа иллюзий, которая идет метелить в вышку. И они бьют больницей самого алхимика. И посмотрите, эта иллюзия метелит у нас Торонто. Ну, Торонто не пробивается, я бы сказал, что это иллюзия манты стайла. Или нет. Потому что у иллюзий от манты дамага меньше. Вот у иллюзий Шадоу Демона я знаю 75% дамага. Мне интересно, 75% у двух иллюзий или у одной иллюзии 75% основы? Просто если в сумме у двух 75, тогда, ну... Сколько там дамага? Мне кажется, нет, все-таки у одной 75. Нет, урон иллюзии 75% от основы. Ладно, вроде бы 75% у одной иллюзии урон от основы, то есть. Но это все равно очень много. Это в итоге 150% от двух. И вы понимаете, что Шадоу Демон своим дизрапшеном просто делает иллюзии, которые по дамагу сильнее, чем оригинал. И у нас время Night Stalker переподключается к игре. Мы готовы осмотреть игру. Дальше поджимается. Пауза. Пауза. Отжалась. Пошел у нас дизрапшен. Дизрапшен. И снова отправляют иллюзии на линию. Поджимаются иллюзии еще и с манты. Живут. А, не, примерно одинаково. Они все-таки это была иллюзия с дизрапшена. Потому что она умерла раньше. Итак, мантастайл помогает просто алхимику выпрямить еще 2-3 стены надворца. Посмотрите, 23 тысячи надворца у алхимика. На втором месте Свен 15 тысяч. Но Свена тоже очень и очень много. Свена делает стаки, правда, для этого. Вязать снова у нас алхимик мантун. Покупает себе плейтмейл. Не хватает ему около еще 2-3 тысяч до... Нет, даже около 3-4 тысяч до Керасы. Начинают собирать Рошана. И вместо чего будет Аегис по алхимикам. Хотя может не отдавать алхимику, а отдать кому-нибудь другому. Ну ладно, забирают Рошана очень и очень медленно. Это, видимо, отправляет иллюзии в лес. Думаю, что сейчас будет погоня на Рошана. Рошан падает. Ну вот, дамагата особо, как оказалось, нету. Потому что Рошан стоит. Ты... Рошан... С тремя арморы... Танкует. Если это демоч. Ну, Рошан, наконец-таки, падает. Собирает Аегис у нас. Да, забирает балонар все-таки Аегис. Потому что алхимику он нафиг не нужен. Или нет, Тимберу оставят. Оставят Тимберу. Выкинет винтистики или рейндропы. Мне кажется, лучше выкинуть рейндропы. Ну, выкидывает вообще ТПшку и забирает себе Аегис в Морталити. Тем временем 18 левел. Алхимик идет с рецептом. Пошел ультимейт Мираны. Ну и не хватает теперь, точно могу сказать, что 1100 золота. Итак, здесь иллюзии фармят. Приходит сам алхимик. А здесь ему всю эту игру стаки делали. Да ладно. Продолжают делать стаки алхимику. И он их фармит. В лесу 25 минута подоспел шестой слот для алхимика. Это офигеть как много. Это действительно просто офигеть как много. Три. Просто 30 тысяч почти. Что там, ладно. Но скоро будет 30 для алхимика. Как бы 25 и 30. Это числа, которые стоят рядом. Если это тысячи надворцам. Ну и вот летит Кираса. Тем временем алхимику. Правда, он без байбека. И сейчас он просто будет идти и драться. Как только нафармит байбек. Не знаю. Можно ему еще что-то здесь приобрести. Типа муншарда. Можно заменить армалет на тараску. И все. В принципе, все, что можно здесь сделать. Ну, алхимик очень и очень силен. 2500 хп с армалетом. 2000 без. Хилится еще и сактарина. Не забываем про это. Ну и что. 5-10 у нас всего счет. На самом деле, мы всю игру посмотрели просто-напросто за алхимиком. И у нас не было особо экшена. В 10 тысяч перефармливают ЕСБ по золоту. По экспириенсу в 2000. Пошел. Дизрапшн. И, наконец-таки, падают у нас ТВРА. Драки не было, хотя, знаете, у нас присутствует Тимберсоу в этой игре. И, казалось бы, что драки как бы должны быть. Ну и падают у нас башни. Башня упала здесь. Тимбер. Тимбер режет деревья. Тимбер танкует. Он просто даже гибет. Он стоит и танкует. И сейчас пойдут на хайграунд. Потому что что? Потому что есть аигис. Есть куча слотов у алхимика. Тимбер. Тимбер, который себе сейчас заряжает пассивку. Посмотрите. 38 армора. 38 армора и 38. Хаббриген. Даже 45 армора. Это 73 физрезиста. Итак, пошел еще сон. Но вот пока что только с нами сможет откидываться у нас Элдор Титан. И здесь иллюзии. Ну, иллюзии начинают ломать хайграунд. Просто одни иллюзии будут ломать ХГ. Иллюзии довольно-таки, кстати, успешно ломают хайграунд. Здесь приходится СВН. СВН. Становый иллюзии. Иллюзии умирает. Пошли еще иллюзии. Здесь дизрапшены. Конечно же, другую пушку сломать можно таким образом. Потому что это вообще очень-очень противная стратегия. И ты с этим абсолютно ничего не поделаешь. Пошли еще одни иллюзии. Иллюзии, которые наваривают по Тавару. 800-какого Тавара осталось. Дизрапшены по иллюзии. Из одной иллюзии появляются больше иллюзий. Пошел у нас здесь чакрам по Торонто-мапу Ливсу. Айгис пропалит через 2 минуты. И должны как-то, наверное, драться у нас с ЕСБ даже под базой противника. Даже с таким раскачанным СВНом. У СВНа, кстати, есть криты. БКБ, Сабля и Даггер. И он может перевернуть игру. Но иллюзии продолжают ломать хайграунд. Без крипов. Дизрапшен. Когда там подойдут крипы. Крипы еще подойдут не скоро. Стан в иллюзию. 773 хп осталось. У Тавара здесь... Почему так далеко крипы? Почему так далеко крипы? Я не знаю, почему так далеко крипы, но... Здесь у нас возрождаются новенькие крипы. Куда пачки крипов делось? Я не понял. А, вот, Мирана пачки крипов забирает. Все, я понял. Ну вот, без Дамирана драться-то можно. Сейчас зайдут крипы на хайграунд. И можно зайти с крипами на хайграунд. Хотя, господи, 635 крип без ГДС. Пошел сон. Мирана по-прежнему фармит крипов. Но, знаете, она через пачку таких крипов забирает. То есть, одна проходит, вторая. Нет, хотя, может быть, даже и это не пройдет. Но там, тем временем, у нас драка на хайграунде все-таки. Забивают хайграунд. Крипы все умирают. Бэкдор протекшн работает. И трусает. Нет, Бэкдор протекшн до сих пор. Нет, он нажимает БКБ Торонто Маппо Лист. Есть ГДС, ГДС начинает работать. И уходит 3-150. Ну вот, нечем контролить. У нас Торонто. Ой, как же больно смерть. Дерется в итоге Алхимик. Алхимик Торонто минус Торонто. По-прежнему есть Айегис у нас у Тимберсоу. Или где Тимбер? Тимбер. Ну, Тимбер дерется под БКБ. Айегиса скоро пропадет у него уже. И падают бараки. Пока что здесь Крип скипает Мирана. Ну, Бэкдор. Соответственно, через Бэкдор как не пробиться. Кликают на Мирану. То, что Мирана сейчас очень сильно портит игру. Мирану отгоняют. И пойдут по боту. Но все равно вашего Кора просто отфигачили. С закрытыми глазами баночка. Врывается. Скоро будет еще Муншард. Айегис пропадает. Отхиливает полностью Тимберсоу. И что? Вот он, Алхимик. Баночка еще. Но зачем? Наверное, Мисану. Наверное, просто Мисану. А, показать, что он может и Монтой донжить? Ну, ладно. Там тем временем почти что реально уже есть Муншард. И с Муншардом еще сильнее станет Алхимик. Но нужно понимать, что Алхимик сильнее уже особо не становится. Становится только слабее. А он покупает, кстати, Аганимы для своей команды. Аганим, скорее всего, будет для Баланара. Аганим для Земеля. Для кого же будет первый Аганим? Мне кажется, для Тимберсоу или для Найт Сталкера. Ну, что, посмотрим, для кого же будет первый Аганим. Летит у нас тем временем для Фози. Шива. Ну, мне кажется, стоит отдать Аганим Найт Сталкеру. Итак, имеется в Курьере Point Booster у Алхимиков Стэша. Три остальные вещи для Аганима. И Алхимик... Ну, Алхимик себе должен уже превратить этот Аганим. Здесь Торонто. Торонто мог умереть, если бы на него выходили. То есть, если можно было удивительным фейгод, чтобы он давал в Войт. Баночка полетела. Развести хотя бы его на БКБ. Ломается Тир-2 Тауэр. Боятся вступать в открытый контакт с Таурами. Потому что Суэн иначе от Дефа даст Тан. И там Крит залетит с ГДС. И просто Алхимик располосит. Но здесь снова Мирана. Мирану половили. И Мирана... Но баночка-то прилетает всегда в своё место. Если какие-то дасты знают, что здесь у нас есть Мирана. Закончился ультимейт. Здесь ещё есть Shadow Poison. VC заканчивается ультимейт Мираны. И... Мирана! Да ладно, что ты делаешь, Мирана? Алё, что это было только что? Ладно, Мирана чуть не умерла. Даёт сразу же по газам с Треволов. И погоня за Вайпером. Но пока что Мансиат размансили всех своих оппонентов. Нажал случайно. БКБ у нас Симберсоу. Баночка забивает ему телепорт. И Кира отправляется в таверну. И можно заходить на хайграунд. Ну что? Тут главное довести крипов. И Бомирана так и будет крипскипать. Мирана. 18-й левел. 28 тысяч. Уже на творца у Химика. И 19 у Свена. Но вот Свен-то посильнее. Такие шести слотами это будет. В том-то и дело. Свен близится к шести слотам. По-моему, у него уже шесть слотов. Не хватает ему Сатаника. Ну что же. Куры, можно сказать, почти на своих пределах. Скоро игра должна закончиться. Счёт у нас в игре 5-13. Очень не любят драться эти коллективы. И играют с Ивова. Ну это и понятно. У нас разыгрывается первый слот. На М-Видео Кап. Итак, здесь у нас Тимбер. Тимбер выигрывает во время. Тимбер. А кому достался-то Аганим. Неужели Найт Сталкеру? Да. Аганим достался Найт Сталкеру. Ну и Казарма Мечников начинает падать. Казарма сейчас упадёт. Сразу прижимает Торонто Мополис. Стан по Алхимику. Алхимик и... Ой-ой, здесь что-то демон. Отличная игра. Фейкот дал обратку. И Торонто чуть сам себя не убил. Торонто. Ну и Торонто должен здесь, наверное, умирать. Хотя нет. Торонто всё ещё живёт. Пошёл ультимейт от Вайбера. Вайбер дал ультимейт. Но там Алхимику в принципе кофе. Здесь у нас Тимбер Сул. Ну, минус Вайбер. Пытается то сделать ещё и Китчо. Как-то Старшторм им и помочь той команде. Но не получается. Истереним Торонто. Торонто Мополис. Беги. Беги, друг. Ну, нет. Всё-таки, да. Убегает и перетягивается на бот. Найт Сталкер ставит паузу. Отключается от игры. Господи, как же надоело уже Найт Сталкер с своими вылетами. Но ладно. Итак. 21 заряд Блодстоуна у Тимбер Сола. 21 заряд Блодстоуна. Просто 21. Ну, ждём, пока переподключится. Но на самом деле тут уже всё, наверное, ясно. Я думаю, 15 тысяч преимуществ по золоту, правда, всего. Но всё же здесь Алхимик возобновляет игру. И Тимбер сразу ставит паузу. Переподключается у нас Найт Сталкер к игре. И сейчас будут сносить бот-линию. Ибо всё-таки Миддл Тауэр так и не доломали. Итак. Тут у нас Алхимик. Алхимик, который не может ломать вышку из-за того, что Багдор Протекшн работает. Ну и Алхимик улетает на своих крипов. Посмотрите. Он, наверное, уже купил второй аганим для своей команды. Да, ну да, в процессе не хватает ему совсем чуть-чуть. Для Алхимика это просто, не знаю, 10-секундный фарм. Пойти подфармить леса и убить одну пачку крипов. Алхимик выфармивает очень-очень много. Повышает Найт Ворс, к тому же ещё и своей команде. 30к Найт Ворса. Это ещё не учитывая, что он отдавал аганимы. И почти что второй аганим у Тимбера. Ну и так. Как будет только аганим у Тимбера, сразу же он начнёт наносить реально просто тонну дэмэджа. Это ещё при всём при том, что у него имеется Болтсоун 20-ю одним зарядом. Ну что же, Тимбер. Тимбер с аганимом. Ну и заходит на Рошана Алхимик. А И скорее всего достанется у нас Найт Сталкеру, хотя может быть и Тимбер Сол. Ну что же, просто я уже не верю, что как-то Альфа-С могут выиграть, потому что ну уж очень хорошо играют в ЕСБ. Пошли здесь иллюзии, иллюзии отовсюду, иллюзии даже Найт Сталкера с аганимом. И геймом, ну вот иллюзии, к сожалению, не видят так, как видят Найт Сталкер с аганимом и ультимейтом. Итак, имморталити достается у нас Тимбер Сол, Тимбер катается на Тимбер Чейне, Тимбер Сол, Тимбер Сол перетягивается на нижнюю линию, здесь в спирит, добавляется Тревола у Тимбера, Тимбер. Ну вот здесь просто у всех очень-очень много натворца, к тому же у Тимбера больше натворца, чем у Суэна. Суэн перестал пробивать, у нас Алхимика Сол без ГДСа. Просто действительно перестал здесь, ой-ой, Тимбер, раскидал своими дискаболами, минус сразу Элдер Цветан, он умирает, Торонто Мапу Ливз пытается что-либо сделать, но уходит от него в Форзе, и здесь стан в Иллюзию, Торонто Мапу Ливз умирает, у нас, ну вообще здесь все умирают на самом-то деле, выжимает ГДС, но уже слишком поздно, Торонто, Торонто отъехал, и это ГГ, потому что в открытку начинает уже просто вам бить Алхимик. Отличается у нас сон от игры, понимаю, пригорел, проиграл на последнем просто таком финальном шажке, ну и 6-19 счет, похоже, завершающий, прописывают ГГ и ливают в парню. Итак, неужели Торон сразу пойдет, но Торон должен уже падать, похоже, это фейк ГГ, кто-то не хочет прописывать ГГ, но тут действительно уже ГГ. Нет, все-таки ГГ прописали, и выигрывают у нас ЕСБ. Поздравляем мы ЕСБ с победой в первых квалификациях от NVIDIA RedSquare Cup, и хочу напомнить еще раз, что RedSquare это новый игрок среди производителей игровых девайсов, лучшее соотношение цены к качеству, которое есть на рынке. Помимо стандартного комплекта мышки, клавиатуры, наушников и ковров, в ассортименте компании есть игровые стулья. Ну а что же, я с вами на сегодня прощаюсь, увидимся, наверное, на следующей квалификации, 23-го числа, и если вы еще не зарегистрировались, вы можете прийти и зарегистрироваться туда со своей командой. Ну, а пока что, до скорых встреч!